Это программа «Город 112». Я Андрей Чумаков. Приветствую всех, кто решил узнать о происшествиях и криминальных событиях. Вот что произошло в Краснодаре к этому часу. Зарабатывал на фиктивном трудоустройстве. Интернет-мошенника задержали полицейские. Пешеход погиб под колесами иномарки на «Зебре». Трагедия попала на видео. Встреча с братьями по разуму на трехкилометровой высоте. Неопознанный летающий объект сопровождал авиалайнер, летевший из Краснодара в Москву. Теперь подробности. Директора краснодарской компании подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. По информации пресс-службы Краевого следственного комитета, он в течение двух лет предоставлял липовые налоговые декларации. Основная деятельность компании – транспортные перевозки, а также предоставление услуг в сельскохозяйственной сфере. Последние два года директор этой компании заведомо подавал в налоговую неверную информацию о доходах. На таких махинациях владелец фирмы заработал более 12 миллионов рублей. Возможно, это ошибка, но ошибиться на несколько миллионов можно было только намеренно, уверены следователи. Сейчас подозреваемый обвиняется в уклонении от неуплаты налогов в особо крупном размере. Теперь, согласно закону, преступнику может грозить до одного года заключения. В отношении директора компании уже возбуждено уголовное дело. Следователи вынесняют все обстоятельства. Интернет-мошенника задержали полицейские. Житель Славянска на Кубани зарабатывал на фиктивном трудоустройстве. На одном из бесплатных сайтов он размещал объявления с открытыми вакансиями. Как правило, набирал сотрудников на должность торговых представителей. При этом действовал от лица разных компаний. От желающих трудоустроиться буквально не было отбоя. Мошенник завлекал их высокой зарплатой. Когда очередной клиент оказывался у него на крючке, лжеагент действовал по такой схеме. Предлагал заполнить анкету, естественно, фиктивную. И обещал оказать помощь с оформлением необходимых документов, санитарной книжки и различных справок. За свои услуги он просил 20 тысяч рублей, которые нужно было перечислить на его абонентский номер или передать при встрече. Ну а после того, как деньги оказывались у него, мошенник исчезал. Поняв, что у трудоустройства через соцсети не более чем обман, пострадавшие написали заявление в полицию. Спустя несколько дней правоохранители задержали предприимчивого агента. Им оказался 24-летний местный житель. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают всех пострадавших от действий интернет-мошенника и общую сумму ущерба. От этого будет зависеть, какое он понесет наказание. Максимально ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Пенсионер погиб под колесами иномарки на пешеходном переходе. Трагедия произошла накануне около 18 часов вечера на Ставропольской в районе кинотеатра Болгарии. ЧП попало на видео. Вот эта съемка. Мужчина в красной рубашке довольно неспешно переходит рельсы, но вдруг бросается в сторону проезжей части. По всей видимости, пешеходам уже моргает зеленый свет. На видеозаписи этого не разобрать. И мужчина надеется успеть перебежать дорогу. Однако на перерез ему, не сбавляя скорости, несется БМВ. Водитель иномарки в последний момент пытается избежать столкновения. Виляет вправо, но расстояние слишком мало, а скорость высока. От сильного удара мужчину отбрасывает на несколько десятков метров. Там он и остается лежать до приезда бригады врачей. Впрочем, очевидцам трагедии и так ясно, что пострадавшему уже не помочь. Он скончался. Автоинспектор еще выясняет, кто виноват случившимся. Лихач на шестерке едва не погубил целую семью и сбежал с места аварии. Дорожный инцидент произошел 9 мая в Комсомольском микрорайоне. Столкновение произошло на перекрестке Сормовской и Первомайской. По словам пострадавшего водителя, он стоял на светофоре, когда сзади в него врезались «Жигули». В машине находилась его супруга и их четырехлетняя дочь. Никто из них, к счастью, не пострадал. Виновник аварии скрылся с места ДТП, бросив разбитую машину. Сейчас его ищут полицейские. В праздничные дни на краснодарских дорогах произошло еще несколько десятков аварий. Мы отобрали несколько самых резонансных. Сейчас у вас будет возможность все их увидеть. Авария на пересечении Симферопольской и Сормовской. Оранжевый «Вольво», сломя голову, пытается пересечь Сормовскую. Но в планы водителя «Фольксвагена» это не входит. Он спокойно поворачивает на главную. Правда, проехать по Сормовской ему не удается. «Вольво», не жалея машины, таранит «Фольксваген» вбок. Водителя «Серой иномарки» разворачивает практически на 180 градусов. Через какое-то время мы видим, как водители неспешно выходят из своих машин. Кто виноват по этому видео, определить сложно. И, как мы видим, движение на дороге очень сумбурное. Но это не значит, что нужно оглядываться по сторонам только после столкновения. А вот очень странная авария, которой не должно было и быть и вовсе. Водитель «Серой иномарки» движется по Ставропольской. Одна полоса и двойная сплошная не дают совершать лишних маневров. Но, не дотянув до разрыва буквально 10 метров, он пытается вывернуть навстречу, даже не включая поворотники. Что касается водителя белого седана, он этого никак не ожидает. За что, видимо, и получает удар вбок. Что сподвигло нарушителя пойти на такой маневр, остается загадкой. Может, он потерял управление, а может, увидел в белом седане своего обидчика. А вот и новый аномальный участок нашего города – Дзержинского и Гаврилова. Седан едет на законный «Зеленый» и никого не собирается пропускать. Для водителя «Черного Лексуса» это, похоже, не помеха. Водитель кроссовера уверенно поворачивает на красную и, будто не замечая, седан таранит его вбок. Легковушке не повезло. Даже отчаянная попытка уйти от столкновения не спасла водителя. А вот рулевой «Лексуса», скорее всего, даже после столкновения не понял, что на кого-то наехал. Ну и в завершении подытожить хочу словами. Не заставляйте других торопиться, если ничего не успеваете сами. Возможно, именно из-за вашей спешки уже никто никуда больше не успеет. Неопознанный летающий объект испугал экипажа и пассажиров авиалайнера, летевшего в Москву из Краснодара. Встреча с братьями по разуму произошла в минувшее воскресенье в небе над столицей. По информации агентства «Интерфакс», квадратный светящийся объект на трехкилометровой высоте подлетел к самолету и какое-то время сопровождал его, а затем внезапно исчез. По словам членов экипажа, странный объект не был похож на воздушный шар или квадрокоптер. По сообщению источника, встреча с непознанным прошла без каких-либо последствий. Авиалайнер успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. А вот сотрудники главного управления МЧС по Московской области придерживаются более консервативных взглядов. В ведомстве сообщили, что квадратный объект вовсе не корабль инопланетян, а обычный беспилотник, контролирующий с воздуха пожарную безопасность. Под определенным углом зрения он мог выглядеть именно таким, каким его описали очевидцы. В любом случае, никакой опасности для пассажиров самолета он не представлял, заверили в управлении МЧС. На этом все. Оставайтесь законопослушными гражданами нашей страны и уважайте правовые нормы других государств. Коллектив программы «Город 112» следит за развитием событий. Новая информация в 18.30. До встречи.